Мы здесь, он говорит, я здесь рядом с вами, любые какие-то ваши пожелания, если что-то нужно, у нас есть связь, он говорит, у каждого есть рации. И еще хотел тебе сказать, Кадыра, вот ты говоришь, что ты отправишь своих сыновей воевать в Украину, но на кого ты оставишь республику, мне интересно. Вот твой старший, допустим, отпрыск, который Ахмад, которому 16 лет, очень одаренный парень, весь в отца, естественно, там гены дают о себе знать. Как только сменится власть в РФ и придут нормальные люди, будут ли санкции сняты в ускоренном режиме? Просто спрашиваю. Вообще, сама такая постановка, что придут нормальные люди к власти в РФ, мы уже лет 400 ждем, когда туда придут нормальные люди. Я надеюсь, что они в конце концов придут туда, но, к сожалению, пока ни разу еще не было такого, чтобы они туда приходили. Вот ни разу еще не было. Нет ни одного, ни одной власти, ни одного режима нет в этой стране, который бы можно было назвать нормальным. Уж нам-то это не знать. Для многих Ельцин был нормальным для западных стран, для них Путин был нормальным до определенных пор, но мы-то с вами знаем их нормальность. Мы с ними со всеми воевали. Так что для нас там никогда не было никого нормального. Я надеюсь, что будет. Конечно, мы будем оптимистами, но пока такого не было. Что касается санкций, я не знаю, как они будут сниматься, какие там вообще процессы. Понятия не имею. На этой неделе у нас была новость от Кадырова, что он якобы отправит своих трех несовершеннолетних отпрысков воевать в Украину. Как вы знаете, его не только я, его все практически упрекали в том, что он столько грозился. Все эти годы он грозился. Скажите мне, где джихад, я первым туда поеду, я возглавлю, я буду там воевать. В итоге сейчас они объявляют Украину зоной джихада, но ни сам Кадыров туда не едет, и никто из его родственников туда воевать, погибать не едет. Но тем не менее он отправляет туда всевозможных чеченцев, заставляет, принуждает, но сами они туда не едут. Естественно, мы его все в этом упрекали, и вот он решил, типа, такой ответ нам сделать, мол, вот все вы увидите, что вот мои дети несовершеннолетние, а им 14, 15 и 16 лет. Самому старшему 16 лет это Ахмад. Значит, я их, говорит, отправлю на передовую в самое пекло, он их решил отправить. Кстати говоря, неплохо было бы их подчинение Лапину отдать, чтобы они там повоевали. В общем, сказал, что отправит, и все. Пока больше мы не видели, чтобы он их туда отправил, но мы видели там его племянника Хамзата. Это было до того, как он сделал это объявление, буквально за день до этого он отправил туда своего племянника, и это все, естественно, начало транслироваться по ЧГТРК «Грязный», местному пропагандистскому каналу Кадыровскому. Они показывали, вот, мол, значит, Хамзат Кадыров приехал в Украину, в зону военных действий. Нигде, конечно, не уточнялось, где он именно находится, показывали просто ДНР, что он находится, типа, в Донецкой области. И он там что-то встречался с этими кадыровскими представителями кадыровцев, в общем, какие-то там проводил разъяснительные беседы, что-то, короче, происходило, и я сейчас вам покажу отрывок из того, что он там говорит на одной из таких встреч. Я вам переведу, он говорит на чеченском, послушайте. Мы здесь, он говорит, я здесь рядом с вами, любые какие-то ваши пожелания, если что-то нужно, у нас есть связь, он говорит, у каждого есть рации, связывайтесь, любое там, все, что нужно, мы вам предоставим. Говорит это и буквально все. На следующий день он уже идет, вот как вы видите, рядом со своим дядей, с Раузаном Кадыровым, он уже находится в Грозном. Это происходит на следующий день после того, как он вот здесь говорит этим людям, я здесь с вами рядом. Теперь, если что-то нужно, просто вот есть у каждого рация, просто связывайтесь, связь у нас есть, просто говорите, что вам нужно, я вам все предоставлю. Заверяет этих людей, что я здесь с вами, и на следующий день он уже идет рядом со своим дядей в Грозном, то есть этот человек находится. А на следующий день после этого он открывает в Грозном какой-то турнир по парашютному спорту. Вот, посмотрите. Вы рады приветствовать участников международных соревнований по парашютному спорту, приуроченных к 70-летнему юбилею президента России Владимира Владимировича Путина, и участников финала Кубка России по купольному пилотированию имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. И эти кадыровские отпуски тоже находятся рядом с ним. То есть все, его война закончилась. Он поехал в Украину, якобы на передовую, отснял всю эту необходимую картинку. Ровно, понимаете, один день на это потрачено, чтобы создать картину, что вот племянник Рамзана Кадырова, его ближайший родственник, типа приехал воевать. Но на этом вся его война закончилась. Но самое интересное, что он этим людям, он заявляет, которые собрались вокруг него, они реально там находятся, они реально там воюют, гибнут. То есть это действительно там находящиеся люди. Не знаю, вот именно они участвуют ли в каких-то там боях, но они, по крайней мере, находятся там постоянно. И он им говорит, я здесь, он говорит, я рядом с вами, связь у нас есть. Если что, просто вот по рации, значит, связывайтесь, что надо там, тэээйт, тэээйт. Я говорит, на чеченском говорит, что надо, мол, вам предоставлю. И все, потом сразу берет ноги в руки, уезжает обратно в Грозный и начинает там открывать какие-то конкурсы. Кадыров, если твои вот эти трое твоих сыновей, они тоже таким образом будут там воевать, то можешь даже не отправлять их туда. Ты можешь прям там в Грозном где-нибудь снять это шоу. Просто вместо Грозного сбоку у себя напиши, там ДНР, ЛНР, Херсонская область. Вот такое напиши, снимите это шоу. Если все это ради одного дня, ради вот этих вот съемок в один день, то зачем им лишний раз туда ехать, тратить на это деньги и средства? Зачем тебе? Это прям там на месте, сымитируйте это все. Чингиз Ахмадов знает, как это делать. У них есть все необходимое. Декорации, людей собрать. Короче, сымитировать, что они находятся в зоне боевых действий, никаких проблем нет. Поэтому лишний раз не напрягайся. Мы тебя поймем, мы и так это примем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok